Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, во вторник на первом радио программа «Вопрос ребром» у микрофона Марк Кричевский. И сегодня у нас в гостях лидер партии Ешатит, лидер парламентской оппозиции Яэр Лапит, господин Лапит. Здравствуйте! Господин Лапит, давайте начнем вот с вопроса, который меня волнует и реакцию, которую я хочу от вас услышать. Стратегия Ликуда, она основывается на том, что главный соперник этой партии вы и ваша партия Ешатит, что вы очень левый и они не называют имена ни Бенета, ни Саара и весь удар сосредоточен на вас. Например, в интервью 12-му телеканалу Натаньягу 11 раз за полчаса назвал ваше имя. Как вы можете это объяснить? Прежде всего, простите меня, но он знает, что он говорит глупости. Простите уж меня, что я говорю такие вещи по отношению к премьеру. Он знает, что Ешатит уже много лет и что это не левая партия, и что я не левый. Это левый, это не мы, мы партия центристская, готовящаяся стать партией власти. Достаточно много есть левых партий на левом фланге израильской политики, и здесь не нужно изобретать каких-то новостей. Он всегда пытается идти с второй по величине партии, но проблема в том, что сейчас идет схватка один на один. И единственная партия, которая у него есть, так сказать, в кармане, это Лицман и Бен Гвир, это религиозные, это радикальные партии. Как такое правительство будет заниматься экономикой, как такое правительство будет заниматься вопросами заработка людей, средним классом, слабыми слоями населения. Всех, пытающихся выжимать из правительства все, он усадит вокруг себя. В основном, сейчас речь идет, должна идти о правительстве, которое сможет заниматься экономическим кризисом посткорона. Про экономику мы с вами поговорим, но меня сейчас больше интересует все-таки политика. Вот смотрите, Нафтали, Беннет и Гедон Сар заявили о том, что ваша партия может стать частью коалиции во главе с ними, но они не пойдут в правительство, которое будете возглавлять вы. С чем, на ваш взгляд, это связано и почему вы им еще не ответили? Или я не слышал вашего ответа? Я не слышал вашего ответа. Я задам вас вопрос. Сары Беннет, русский язык, не знают, верно? Так я могу сказать правду, они не слышат сейчас. Это все те или иные глупости, те или иные вещи, связанные с предвыборной пропагандой. Если у нашего блока будет 61, то мы создадим новое правительство. Это вещи, которые люди любят произносить по совету того или иного консультанта. После выборов самая большая партия в блоке возглавит правительство. Что я должен отвечать на эти вопросы? Получим результаты выборов, тогда поговорим. После того, как Беннет и Сар сделали свои заявления, вы, по данным прессы, поехали на встречу с Виктором Либерманом и, судя по всему, полтора часа с ним общались. И есть мнение, что вы создавали такую ось. Ось лапит Либерман против оси Беннет-Гидон Сар. Насколько эта информация верна? Да, верно, я встречался с Либерманом. Все, кто знакомы со мной или с ним, сколько у меня есть терпения. Я удивился, когда узнал, что мы так много времени сидели вместе. Но это не против Либерман или против Сары. Это просто разговоры и беседы о том, что нужно стране, что нужно народу. Я придерживаюсь того мнения, что невозможно, чтобы допустить, чтобы внук Равина Каневского управлял страной. И ортодоксальные партии будут заявлять, что их электорат свободен от выполнения тех всех законов, которым подчиняются другие люди. Закон для всех один. У Либермана и у меня есть, конечно, различия в тех или иных позициях, но есть у нас и общий знаменатель. В этой связи возникает вопрос. На каком-то этапе этой избирательной кампании вы резко снизили тон по отношению с Харидим и даже предположили, что они могут войти в вашу коалицию. Тот же самый Либерман категорически возражает против этого. Не может ли этот момент стать определяющим в ваших отношениях с Авикдором Либерманом? Это просто неверно. Это просто те или иные глупости, которые озвучивают люди. Я за них не несу ответственность. Как я уже говорил и здесь, и как я заявлял об этом во весь голос о поведении, что я против поведения ортодоксальных партий, что я против того скандала, который происходит в аэропорту Бен-Гурион, что я каждый раз заявляю об отмене закона супермаркета, свое возмущение о том, что дети религиозных ортодоксов не учат математику и английский против власти Равината Александрова. И я просто хочу напомнить единственным человеком, кто создал в течение 20 последних лет правительство без ортодоксов, это был я. Окей. В этой связи еще возникает вопрос, мы про них поговорим. Но источники в партии Ямина заявили о том, что если мы будем стоять на пороге пятых выборов, то они предпочтут Бен-Ямина на Таньягу и пойдут в его правительство. Вот скажите, вот мы уверены, что партия Е-Шатит не пойдет с Натаньягу. Мы уверены, что Либерман и Гидеон Сар не пойдут с Натаньягу. Как вы выстраиваете отношения с партией Ямина и насколько вы уверены в том, что они поддержат вас? Ну вот этот блок, который антибиби. Я не уверен. Я не уверен, что Беннет не пойдет к Натаньягу. Любой, кто видел вместе их в течение пяти минут хотя бы, он знает, что Беннет боится Натаньягу, ему невозможно доверять. Есть как и Гидеон Сар, так и люди в его партии, которым я не доверяю. Аузер и Эндель уже четвертую или пятую партию в течение двух лет меняю. Я могу доверять только самому себе и своим людям, только нам можно доверять. Как я могу гарантировать, что в последний момент Беннет не поразвернется и пойдет с Натаньягом? Есть единственный путь. 22-23 мандата партии Ешатит. Тогда мы будем достаточно большими, чтобы диктовать условия. Окей, последний опрос, который мы видели на радиостанции 103FM, дает вам 19 мандатов. Это с одной стороны. С другой стороны, вот расследование Глопс показало, что есть опросы для всех, а есть опросы внутренние, партийные. И они различаются. Насколько ваш внутренний опрос и опрос, который был опубликован на 103FM, совпадают? Если вы все еще находитесь на стадии, когда вы верите внутренним, внутренним опросам, то есть внутренний опрос Ешатит, который показывает 83 мандата нам. Я был бы рад, если вы будете верить объективным тем или иным опросам. Есть вопросы пуш-полз, это те вопросы, которые призваны продвигать или иные политические взгляды. Но если вам важно, чтобы я вам обманул, я это сделаю, но предпочитаю нет. Окей, окей. В этой связи вот интересно, как вы отреагировали на решение Верховного суда, который отменил детскую квалификацию, и Птисам Маараны, которая в седьмой номер в партии Авода. Насколько вот такие депутаты, которые такие высказывания в адрес армии, в адрес страны допускают, насколько они должны быть депутатами КНЕСТа? Я уже на протяжении нескольких выборных кампаний поддерживал детскую квалификацию тех или иных людей, язбок и объединенного арабского списка за сильные высказывания против армии. Но нужно говорить правду. Она все равно не будет в КНЕСТе, потому что ни один опрос не предрекает партии Авода семь мандатов. Это просто трюк компании Ликуд, который призван помочь главе правительства любыми путями провести в КНЕСТе и в правительство Итамара Бенгвира, который поддерживает террор и фотография Баруха Гольдштейна, который только он в последнее время снял со стены своего дома. Мы уже, если бы об армии говорим, у него 40 обвинительных заключений, он не служил в армии. Это человек с преступными наклонностями, который не служил в армии. Мы знаем, что израильское общество не принимает такие вещи. Но, тем не менее, для того, чтобы, так сказать, отводить общественное внимание от этого факта, перенаправлено это на вот этот момент с седьмым номером партии Авода. Вот взаимоотношения религии и государства, взаимоотношения светского населения ультра-ортодоксального. Ультра-ортодоксы никуда не денутся. Они совершенно разные. Но почему возникла вот ситуация, когда между частями общества вот такой разлом? Почему возникла ситуация, когда появилась автономия ортодоксов? И что это... И что с этим сделать? Ведь, как ни крути, мы будем жить в одном государстве. И мы не враги. Понятно, что мы не враги. Но то, что определяет жизнь в тех или иных слоях общества, у которых разное мировоззрение и разный подход, это, конечно, закон. Этот разлом, этот разрыв, результат того, что не осуществляет надзор над исполнением закона, потому что у нас есть премьер-министр, который зависит от ортодоксов для того, чтобы продолжать быть у власти и не идти в тюрьму. Но если бы правительство с самого начала осуществляло надзор над вот этим большим скоплением людей во время короны, то не было бы этого в Иерусалиме. Если мы слышим, что правительство не соглашается произвести те или иные действия без получения разрешения от внука Равина Каневского, мы говорим, что в нормальном государстве премьер не просит разрешения у религиозных тех или иных авторитетов. Каждый гражданин Израиля понимает, что так быть не должно. Это результат того, что... Это результат капитуляции перед ортодоксами. Если капитуляции не будет, все будет по-другому. Есть права, но ведь есть и обязанности. Все должны понимать, что все должны подчиняться одному закону. Если будет нормальное, вменяемое правительство, таких вещей не будет. А почему так получилось? Ведь люди, которые жили здесь в 70-е и 80-е годы, говорили, было какое-то напряжение, но такого никогда не было. Я думаю, вы это подтвердите. Я полностью с этим согласен. В любом государстве, в любом обществе, где есть гетерогенная какая-то структура общества, например, в Скандинавии такого нет, потому что там более-менее гомогенная структура общества. Но в 70-х и в 80-х годах был закон, все знали, что закон должны исполнять все. Все знали, что страной управляет премьер-министр, а не религиозные авторитеты. В любом обществе есть то ли напряжение между разными слоями, это нормально. Но то, что эти напряжения урегулирует, это власть закона. И если этой власти закона нет, то это напряжение только возрастает. Давайте теперь поговорим о той ситуации, о ситуации, которая связана с коронавирусом и с возвращением к нормальной жизни, действительно очень важно. Скажите, на ваш взгляд, правильно ли летние каникулы, так сказать, начинать 1 августа, их расширять, о чем заявил премьер-министр на своей пресс-конференции? И что надо сделать в системе образования? Надо ли ее открывать, надо ли ее закрывать? Родители просто потерялись. И справедливо потерялись. На сегодняшний день система просвещения Израиля была закрыта больше дней, чем в любой другой стране мира. Дети, в любом случае, это самая группа риска самого маленького среди всех слоев. Вопрос, который вы задали, снова подтверждает, что правительство ведет себя стандартно. Объявил премьер на пресс-конференции об открытии системы здравоохранения. При этом ни один из тех, кто отвечает за принятие решений, профессиональные какие-то теленные структуры, об этом не знали. Вторая часть вопроса. Тоже справедливо. Все как-то очень и очень непонятно. А вот этот порядок может вытекать только из правильно и профессионально принимаемых решений. Я думаю, что чем дальше мы продвигаемся, я верю в то, что да, нужно отложить большие летние каникулы, чтобы изучать пропущенный материал. В основном нужно сделать профессиональную, выполнить профессиональную работу, а не только устраивать пресс-конференции, которые ничего в себе не несут. Следующий вопрос. 7 марта, ну, по идее, должны были открыть еще одну ступеньку в открытии экономики. Но сегодня говорят, что этого не будет, это будет отложено. Что бы вы сделали, если бы вы принимали решение по поводу открытия или закрытия израильской экономики? Прежде всего, с самого начала мы бы по-другому ввели дело. Я кратенько отвечу из-за ограниченности во времени. Прежде всего, правительство создаем не с 36 министрами и с 16 замами, 18 министров правительстве, кабинет из 4 человек, премьер, министр финансов, министр экономики и министр здравоохранения. Второе. Модель отпуска без оплаты нужно было переобразовать уже давно по германской схеме. Третье. Я дважды в течение последнего года предъявлял в КНЕСЕ законопроект о безработице, пособии безработицы для предпринимателей, расширение тех или иных профессиональных переквалификаций, повышение квалификаций. Ничего этого не сделано в такой критический период. Можно и нужно управлять экономикой по-другому. Если мы посмотрим, похожие на нас государства, как по процентам смертности, так и управление кризисом, картина намного лучше, чем у нас. В Южной Корее или на Тайване 3-4% безработицы. Сегодня мы уже на 14% по пути к 15%. Заявленный дефицит госбюджета 160 миллиардов, я думаю, что он больше. Профессионалы и управленческое звено Министерства финансов один за другим уволились с работы и рассказывают одно и то же. Абсолютный хаос, никто не управляет экономикой. Премьер не знает, что происходит, только устраивает пресс-конференции, министр финансов никого не слушает. Так не ведут экономику и так не выходят из национального кризиса. Партия Ешатит обратилась вот вечером 27 февраля к юридическому советнику Авихаю Мандельблиту по поводу вот открытия для определенных случаев, так сказать, аэропорта имени Бен-Гуриона, так сказать, комиссия по особым случаям, потому что был скандал, что 90% тех, кому дали эти разрешения, были харидимы. На ваш взгляд, почему так произошло? Комиссия, кстати, отвергает. Она говорит, мы все делали как профессионально, и это просто поклеб. Мири Регев сказала, что это фейк-ньюс. Вот как вы ко всему этому относитесь? Это несложно. Это несложно. Установили в аэропорту видеокамеру и сняли тех, кто въезжает в страну. Это просто комиссия голосующих. Это просто разрешили въехать только тех, кто голосует за шас и за яду Та Тора. Они лгут, потому что они лгут все время, беспрерывно. За рубежом десятки тысяч израильских граждан не могут ехать в страну для того, чтобы вернуться в свою семью и принять участие в ведущих выборах. Я ввел телефонный разговор с женщиной, у которой муж находится на очень тяжелой стадии рака, и который хочет в Нью-Йорке повидать внуков, и ей не дают разрешения. Они занимаются только политикой, вместо того, чтобы заниматься кризисом. Израильский гражданин, который здоров и прошел проверку, не держат ее за границу, дадут въезжать в страну. Но, с другой стороны, дают въехать в страну человеку без отрицательного результата на корону. Как и по любым другим вопросам, они вели дела в абсолютном хаосе. В мире Регев, у меня нет более, так сказать, нежного слова по отношению к ней, она лжет. Когда вы были министром финансов, был план 0% НДС для нового строительства, для строительства, для молодежи, для людей, которые покупают первую квартиру. Скажите, проблема жилищная стала еще хуже. Если вы будете отвечать за это направление, например, вы вернетесь к этой программе или предложите что-то другое? Это никогда не было программой. Это легенда. Большой план наш заключался в строительстве 150 тысяч квартир на СьОМ, которое, в двух словах, если объяснять, после 15 лет жизни на условиях аренды, ты получаешь возможность выкупить эту квартиру, при этом часть тех денег, которые ты выплатил за аренду, может быть учитана в окончательной цене квартиры. То есть, со временем, по моему предложению, мы должны были дать со временем четверть миллиона шекелей скидки для молодых пар, которые на таких условиях приобретают квартиры. Но этот план заключался в создании параллельного рынка квартир в аренду, для сдачи в аренду. Я создал правительственную компанию, которая существует. Она построила в нескольких местах многоэтажные здания для аренды. Министром строительства стал Лицман, и тогда это превратилось только для ортодоксов. Нет никаких проблем, они тоже должны жить. Но почему тогда только для ортодоксов, а не для твоей дочери, которую, как мы уже много лет знакомы, до сих пор не может купить себе квартиру? Окей, в этой связи давайте мы поговорим вот о чем. Предположим, новое правительство, Роша Мамшала, например, вы. Например, вы будете Роша Мамшала. Но вам достанется сейчас очень тяжелое наследство, очень тяжелое экономическое наследство, о котором вы сказали. Какие первые шаги вы предпримете, чтобы, ну, как минимум, вытянуть эту ситуацию из того положения, в котором находится страна? Я использую то, что я здесь, то, что я изучил за эти годы о русскоговорящих средствах массовой информации. Здесь есть явная тенденция говорить фактами и цифрами. Инстинкт говорит о том, что если есть 160 миллиардов шекелей, то нужно поднимать налоги. Ни в коем случае не будем поднимать налоги, поскольку необходимо стимулировать рост экономики. Это не так хорошо, но в течение двух-трех лет мы поднимем отношения национального долга против производства на несколько лет. Это не так хорошо, поскольку это поднимает те проценты, которые государство платит за свои кредиты. Но это то, что было сделано когда-то. Для того, чтобы сравнить в европейских странах, в ряде стран, эта цифра выражается 101. Я предлагаю довести до 82-83. И этими деньгами нужно сделать колоссальное национальное усилие для развития инфраструктур. В основном, в здравоохранении цифровые технологии. То есть, если сегодня только меньше 10% работают в сфере высоких технологий, то мы поставим задачу в течение нескольких лет довести эту цифру до 20%. В мире в течение пяти лет следующих будет два вида государств. Часть стран будет стремиться вернуться к состоянию, которое было до кризиса короны. Нужно вкладывать очень много денег в дистанционное обучение, в дистанционную работу, в подготовку инженеров. Чудо 90-91 года, когда приехало столько много инженеров из Советского Союза бывшего. Это чудо закончилось. Поэтому придется вкладывать значительно много денег в развитие национальных инфраструктур, технологических инфраструктур. Мы должны предпринять усилия для сокращения безработицы среди ортодоксов и в арабском секторе. Добиться того, чтобы первую степень, по крайней мере, студенты учили бесплатно. Теперь не менее важна поддержка малых бизнесов. Это большая национальная программа. Я приведу пример. Когда я был министром финансов, был Цукейтан, операция в Газе. Расцвет экономики стал нулевым. Тогда мы провели программу «Быструю поддержку малых бизнесов». И через три месяца после окончания операции мы уже добились 7% роста экономики. Такого не может произойти в нынешнем правительстве 36 министров, в этом совершенно безумном правительстве. Для того, чтобы это произошло, нужно создать эффективное действующее правительство, работающее исключительно. Вы знаете, вот мы вспоминали Миры Регев. И Миры Регев сказала, когда была в Гистадруте, что пришло время сменить красные книжечки Мапая на синие Ликуда. И сказала, что потом при ее пресс-службе, что Ликуд всегда... Это по-ликудовски давать хорошие рабочие места своим активистам. Вот скажите, Израиль, есть ощущение, все больше и больше скатывается к коррупции. Четвертая часть руководителей местных советов были последствиями. На ваш взгляд, почему это происходит и можно ли это искоренить? Или это наша израильская офи, и мы не можем ничего с этим сделать? Не нужно менять красную книжечку на синюю книжечку. Нужно поменять Миры Регев. И ее босса. Да, мы скатываемся к коррупции. Посмотрите, что происходит. У нас есть премьер с тремя обвинительными заключениями тяжкими. У нас есть три министра в правительстве. Один из них сидел в тюрьме. У нас есть культура распределения джобов, так называемых, теплых рабочих мест. Я объясню, что имеет в виду на самом деле Миры Регев. Когда я был министром финансов, правительственные компании, 600 миллионов шекелей убытков нес каждый год, потому что это была теплица рабочих мест для ликудников. Я провел через Кнессет законодательным путем отмену политических назначений в правительственных компаниях. И мы в течение меньше, чем через года добились превращения этих компаний в прибыльные, изубыточных. Просто потому, что мы упразднили политические назначения. Они делают все возможное, все, что только могут для того, чтобы вернуть это. Я не против Гистадрута, я человек свободного рынка. То, что нужно делать, нужно организовать новое коллективное соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами. Не нужно менять культуру, старую социалистическую культуру назначений на новую ликудническую структуру назначений. Мы видели атаку иранских командосно-израильский корабль, которая вот произошла недавно, 25 числа. Не кажется ли вам, что атака стала ответом на заигрывание с Ираном новой администрации США? И что Израиль может в этой связи сделать? Израиль должен ответить силой. Ближний Восток понимает только силу, и Ближний Восток должен понимать, что с нами нельзя играть. То же самое, что касается Сирии. Не может быть ситуации, что атака на израильский корабль в Средиземном море останется, или в Персидском заливе останется безответной. Я думаю, что на силу нужно отвечать еще больше сил, и пока не поймут, что с нами лучше не играть. Да, я согласен, у нас очень сложная геополитическая обстановка. Администрация Байдена пытается улучшить свои позиции перед вступлением в новые переговоры о ядерной сделке. А также и взаимоотношения с саудовским властителем, который пытается тоже как-то улучшить свои позиции. Прошлый властитель сидел в своем дворце, новый молодой правитель Саудовской Аравии ведет себя несколько по-другому. Есть сложная вокруг этого та или иная обстановка. Я напомню, что в июне этого года в Иране будут выборы. На международной арене, как только есть такое событие, все сразу встают на ноги и начинают уговаривать Израиль принять в расчет новую администрацию и так далее. И тем не менее, я повторяю, что на силу надо отвечать ей больше силы. Если бы мы были в правительстве, то ответ был бы быстрым, немедленным и мощным. Газа никуда не денется. Мы об этом много, долго не говорили, но она вот здесь. И в этой связи многие в системе безопасности Израиля опасаются выборов в палестинской автономии, боятся, что Хамас захватит западный берег. Вот на ваш взгляд, Израиль должен настаивать на отмене выборов или это наш интерес? Вот что бы сделали вы? Израиль на самом деле не так уж может настаивать на отмене выборов в палестинской автономии, поскольку официально Израиль во всем мире доказывал, что только в 2005 году последний раз были выборы в автономии, когда был избран Абу Мазен. Это на международном уровне будет сейчас заявлять обратное неверным. Мы должны говорить во весь голос, во весь мир. Мы не управляем их жизнью, жизнью палестинцев. Они сами назначают себе выборы, сами их проводят. Если Хамас придет к власти на западном берегу, это создастся очень сложная ситуация. Это конец всему взаимодействию на оборонном уровне. Но это не конец света. Есть с этой стороны заборы безопасности сильнейшие в оборонном отношении держава. Поэтому то, что мы должны делать на этом этапе, это внимательно следить за происходящим, объяснять жителям Иудеи и Самарии о тяжелых последствиях их жизни, как в финансовом, так и вообще в повседневном смысле, если Хамас придет к власти. То, что палестинцы делают сами собой, это их дело. Но если будет запущен террор против нас, мы отреагируем очень-очень жестко. Одним из самых больших достижений стало, конечно, договор Авраама, который был заключен при помощи администрации Дональда Трампа. Скажите, вот сегодня этим договоренностям что-то угрожает? Ну, с точки зрения геополитики, вот о чем вы говорили. Или этот процесс будет продолжаться, на ваш взгляд? Где-то посередине находится ответ. Опасность этим соглашениям нет. Они выстоят. Центральная личность, глава Арабских Эмиратов, выразил свою приверженность и обязательство по отношению к этим договоренностям. То, что сейчас встает на повестку дня, это... То есть, это договор с Саудовской Аравией, но Саудовская Аравия на это не пойдет, потому что они гневаются на Натаньяо, считая, что он сделал это преждевременно. Я хочу напомнить всем, действительно, по-настоящему важный для нас интерес, это наши отношения с Соединенными Штатами, за исключением армии обороны Израиля. Это самый важный момент, близкий союз с американцами. Новая администрация, это не Трамп, но это администрация друзей Израиля. Байден, когда был еще сенатором, он был... Его, так сказать, история его произраильские голосования и говорит сама за себя. Новый госсекретарь, который знаком немножко с литературой о катастрофе. Его книга, которую он написал о пережившем катастрофу, одна из важнейших в мире, и он один из первых, понимает, насколько важна безопасность Израиля. Я думаю и надеюсь, что мы будем развивать и охранять эти отношения. Но есть, конечно, влияние по поводу развития их отношений и скорости их развития по отношению к арабским странам Персидского залива. С одной стороны, эти страны ожидают те или иные шаги с нашей стороны по отношению к палестинцам. Американцы тоже этого ждут. Новое правительство, если это будет правительство Натаньяну Бен Гвир, не сможет работать с американцами никаким образом. Если правительство создадим мы, то, сохраняя наши исключительные оборонные интересы, мы сможем в взаимодействии с американцами продвинуть наши взаимоотношения с арабскими странами. Вы знаете, чем я хочу закончить нашу встречу? Тем, что мы с вами встречаемся довольно регулярно перед выборами. И всегда я, когда спрашиваю, насколько вы оптимистичны, вы всегда оптимистичны, но, к сожалению, один круг идет за другим и так далее. Но хорошо, что вы остаетесь оптимистом. Как сегодня? Прежде всего, быть оптимистом – это важно. Проблема пессимистов заключается в том, что все, что происходит, происходит с ними дважды. Первый раз, когда они об этом думают, второй раз, когда это все-таки происходит. А у оптимистов точно так же происходит с хорошими вещами. Сегодня мы находимся в такой ситуации, когда, так или иначе, в таком положении я рассчитывал быть на этот момент времени. Если не первая, только вторая по величине партии у Натаньяу нет. Никаких раскладов создать правительство у нас есть. Главное в том, что в коалиции Натаньяу нет никаких шансов заниматься экономикой и даже международными отношениями. Израильские граждане поняли, что понятия левой-правой больше нет. Не об этом выборы. Проблема об экономике, о взаимоотношении религии и государства. И мы в обеих этих позициях предъявляем намного более интересную и лучшую программу. Нам есть что показать. Все, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях был лидер партии Ешатит, Яйр Лапит. Яйр, огромное спасибо, что вы пришли к нам на передачу. Спасибо. Спасибо большое. Всегда очень здорово здесь быть. Благодарю нашего замечательного переводчика Льва Коплунова. Лева, огромное тебе спасибо. Ну и надеюсь, надеюсь, что в следующий раз мы встретимся. Ну и в каком качестве это, как говорится, поживем-увидим. Это была программа «Вопрос ребром» с Марком Кричевским. Гостем нашей передачи был лидер партии Ешатит, лидер оппозиции Яйр Лапит. Субтитры подогнал «Симон»